Библейский портал экзегет.ру представляет А вы знаете, проще всего это сделать, начав ее читать. Потому что все эта книга сама о себе говорит в самом начале. Вот слова Иеремии, сына Хилкии, священников Анатота, что в земле Вениаминовой. Господь возвестил ему свое слово в 13-й год правления царя Иудея Иосии, сына Амона. Ну, мы сразу узнаем, кто, собственно говоря, пророк Иеремия. Он священник из Анатота. Анатот – это небольшой городок рядом с Иерусалимом. Но он там проживает, потому что священники, они же из Коляна-Левии, у них нет своего земельного надела. Они живут по всем, собственно, городам израильской земли. И ближе к Иерусалиму их, наверное, больше, потому что они, собственно, собираются туда на служение. Господь возвестил ему свое слово. То есть, в общем-то, книга Иеремии вся целиком – это диалог Иеремии с Богом и с народом. При этом он говорит от имени Бога к народу, от своего имени к Господу. И вот это такой очень сложный клубок отношений. Иеремия в этом смысле может быть более сложной, чем кто-либо другой из пророков, потому что другие пророки обычно с Богом не разговаривают так много, они передают его весь для народа. Или говорят с народом о Боге. А у Иеремии это такой треугольник – народ, Бог и он сам. Дальше. Датирована книга, смотрите, все очень хорошо. 13-й год правления царя Иосии Иудейского. Что это у нас такое? Это 627 год до н.э. Вообще, книга будет описывать ситуацию в конце 7-го, в начале 6-го веков до н.э. До н.э., если кто вдруг забыл, движение идет в обратную сторону, от большего номера года или века к меньшему. И здесь, в общем-то, целый период. Период какой? Период, собственно говоря, заката Иудейского царства. Северная Израильская уже разрушена ассирийцами. Примерно за 100 лет до того, как начинает пророчествовать Иеремия. Осталась одна Иудея с центром в Иерусалиме. На нее потихонечку наступает Вавилонская держава, которая и разрушит Иерусалим, и Иеремия это все увидит. Но пока что до этого довольно далеко. Более того, Иосия – это довольно благочестивый царь, который, собственно, стремится к возрождению монотеизма единобожия в Израиле. Он очень сильно уже погряз в язычестве. Иеремия – явно его союзник. Так что вот государственная власть и пророчество здесь – это редкий случай. С Иеремией так будет далеко не всегда. Здесь они союзники. И что же происходит дальше? И во времена царя Иудея и Акима, сына Иосии, однако следующее царствование – это уже, собственно говоря, рубеж веков, 7 и 6, и это совершенно другая история. Господь возвещал Иеремии свое слово, и позже, вплоть до 11 года, правления царей Иудея и Садыки, сына Иосии, до 5 месяца, когда жители Иерусалима были угнаны в плен. То есть, смотрите, у нас с вами упомянул 586 год до нашей эры, год разрушения Иерусалима. То есть вот эти 40 лет или 41 год даже точнее, между началом проповеди и ее завершением, а завершение проповеди – это, собственно, катастрофа. Плач Иеремии отдельная книга описывает ровно эту катастрофу. Очень печальная пророческая книга. Книга, в которой мы читаем о том, как все это не помогло. И это нам с самого начала говорится. Очень печально. Попробуем себе представить, что мы читаем какую-то книгу, которая написана была там с 1870 или 1880 какого-то года по 1917 год, и цель которой была – предотвратить революцию. И заканчивается эта книга – революция, и все, империя разрушена, рухнула. Вот перед нами ровно такая книга. Она довольно депрессивная, я сразу скажу. Но она очень честная. Вот мы как? Мы любим триумфы. Мы любим, пусть даже, ну, не обязательно завоевания, там, какие-то победы над врагами, но хотя бы духовные триумфы. Вот там пророк выступил, все покаялись. А здесь книга поражений. Зачем такую книгу включать в Библию? Наверное, потому что опыт поражений тоже очень важный опыт. Во-первых, чтобы его не повторить, а во-вторых, чтобы человек, который испытывает поражение, который понимает, что все плохо, который понимает, что он ничего не добился, многое сделал неправильно, понимал, что он не первый, и что это не конец истории, что вот этот напряженный диалог с Богом, в который постоянно вступает Иеремия, а точнее диалог не только двух, да, слово «диалог» подразумевает не два, а, возможно, и большее количество участников, диалог Иеремии, Бога и народа, это, собственно, и есть главная ценность, даже если он не увенчивается каким-то успешным, хорошим результатом здесь и сейчас. Итак, начинаем. «И было мне слово Господне. Я избрал тебя прежде, чем дал тебе облик в очреве, осветил тебя прежде, чем вышел ты из утробы. Я пророком поставил тебя для народов». Вот необычно. Исаия тоже говорит о своем призвании, но там это уже идет не в первой главе. Иеремия с этого начинает. «Я, — говорит он, — избран Богом с самого начала, для того, чтобы поставить себя выше остальных, сказать, я тут особенный человек. Мне кажется, скорее для того, чтобы показать, это все не случайно, показать, вот отношения сложные. Я ответил, «Господи Боже, я говорить не умею, ведь я слишком молод». Да, он, видимо, совсем молодой человек, когда начинает пророчествовать. «И сказал мне Господь, не говори, что ты еще молод, куда бы я тебя ни послал, ты пойдешь. Все, что я тебе повелю, ты скажешь. Никого не страшись, я с тобой, я спасу тебя», — говорит Господь. Простер Господь руку, уст моих коснулся. Вот дальше этот их такой диалог на грани спора будет продолжаться. Иеремия говорит, «Да нет, это совершенно не для меня занятие. Вот не пророк я, не пророк Господи». Господь говорит, «Спокойно, пророк, не увиливай, пойдешь, а я тебе помогу». Вот это, в общем, содержание всей книги. В каком-то смысле это и про отношение Бога со своим народом, с Израилем, который тоже говорит, «Я не твой народ, Господь, я вот тут как-нибудь сам по себе разберусь, у меня тут всякие есть разные варианты». А Господь ему говорит, «Спокойно, ты мой народ, я тебя верну к этому состоянию, даже если это будет больно». «И сказал мне Господь, тебе в уста и вложил мое слово. Смотри, я сегодня тебя поставил против племен и царств, искоренять и разрушать, губить и крушить, строить и насаждать». Ох, как Иеремия, мне это не понравилось, судя по всему. Искоренять и разрушать, губить и крушить, ну, строить и насаждать, но в первую-то очередь искоренять и губить, да? Что в этом хорошего? Против племен и царств. Не надо только заниматься политикой, не надо только говорить ничего такого там против своей страны, ее властей, против других стран. Не надо, не надо, не надо. Мы так часто друг друга говорим и, в принципе, правильно, наверное, говорим. А вот Иеремия, Господь говорит, «Иди против племен и царств, я тебя так поставил». Печальная роль, болезненная, сложная, но она ему досталась. А дальше такой интересный образ, такая игра словами, которая в любом переводе теряется. «И было мне слово Господне, что ты видишь, Иеремия?» Я ответил, «Вижу миндалевый жезл». Ну, то есть некий жезл, посох, сделанный из миндалевого дерева. «И сказал мне Господь, ты видишь, верно, ибо я не дремлю, и слово мое исполню». Дело в том, что бодрствовать по-еврейски шакад и миндаль по-еврейски шакед – созвучные слова. То есть, ну, как если бы мы сказали, «Вижу миндалевый жезл», Господь нам ответил, «Миндальничать я не стану». То есть, такой оборот, игра речи. Вот интересно, все очень серьезно, с одной стороны, с другой стороны, это на грани шутки, вот такая игра словами. «Снова было мне слово Господне, что ты видишь?» Я ответил, «Вижу котел кипящий с севера, он нависает». И сказал мне Господь, с севера беда нахлынет на всех жителей земли этой, ибо я призову все народы северных царств, говорит Господь, придут, они престола свои поставят возле ворота Иерусалима. Вокруг его стен повсюду у всех городов Иудеи. Смотрите, Иеремий вообще пророк визуальный. Он, конечно, словами все говорит, но у него очень много таких зрительных ярких образов. И здесь это уже не игра словами, а игра образами. Кипящий, нависающий котел, готов перелиться. И с севера действительно приходили все завоеватели. Ну, там с востока пустыня, по ней не пройдешь, а войско завоевателей приходилось с севера, либо с юга из Египта, в данном случае с севера. У всех городов Иудеи. Над ней я суд устрою за все ее злодеяния, за то, что она меня оставила, богам иным воскуряла, творением рук своих поклонялась. А ты припаяшься. Встань, говори людям все, что я повелю. Испугаешься их, тебя погублю пред ними. Я сегодня тебя поставил неприступным градом, столпом железным, стеной у медной, против всей земли этой, против царей-вельмош Иудеи, против священников, против народа земли этой. На тебя они ополчатся, но будут пред тобой бессильны, ибо я с тобой, говорит Господь, я спасу тебя. Иеремия – оппозиционер. Против всех. Не только, смотрите, здесь перечислены, не только против царей-вельмош, но против священников, даже народа. И зачем же это? Ну, все понятно, потому что он несет Слово Божие, это слово неприятно им. И вот вопрос лояльности патриотизма. Заключается ли лояльность и патриотизм в том, чтобы говорить вещи, которые приятны, или в том, чтобы говорить то, чего Господь от себя ждет? Вот для Иеремии это был вопрос решенный. Другое дело, что цена была достаточно высокой. А во второй главе мы прочитаем, что же такого страшного говорит он всем этим людям, и царям, и священникам, и народу, что вот не понравится им совсем, но что угодно Господу. Во второй главе.